Вам, что гириатрия как составная часть геронтологии, это с одной стороны направление науки и с другой стороны это клиническая специальность, которая занимается изучением особенностей заболеваний людей старческого возраста. Вместе с тем, должна сказать, что мы остались вот в определении гириатрии где-то в 80-х годах прошлого столетия, потому что произошла за это время незаметно для нас смена парадигм. Если раньше в самом деле гириатрия занималась изучением возрастов зависимых заболеваний, особенностей их диагностики и лечения, то настоящее время в центре внимания находится не сохранение удлинения продолжительности жизни, а сохранение независимости, улучшение качества жизни. Синдромологический подход это так называемые гириатические синдромы и самый главный из них синдром тряхности или фрейлты. Особые гириатические подходы диагностики, которые называются комплексная гириатическая оценка, и акцент делается на длительное наблюдение ухода и на социальную помощь. Таким образом, с настоящего подхода гириатрия начинается не с гириологического возраста, никто не определяет гириологический образ, она определяется наличием гириатических синдромов и сочетанием их тяжестью. Это было отражено в организованном аспекте ВОЗ. Не каждый пациент старше 60 лет должен наблюдаться врачом-гириатром, а принцип отбора пациентов для предоставления такой гириатической помощи – это гириатические синдромы и, прежде всего, как я сказала, синдром фрейлты. Мы хорошо знаем, я нашла их, что люди категорически в пожилом и старческом возрасте отличаются по уровню своих здоровья, по ожидаемой продолжительности жизни. И вот на лице этой женщины написаны уже все синдромы, которые могут только быть в пожилом и старческом возрасте. Я хочу сказать, что снова-таки незаметно для нас гириатические синдромы входят в общую клиническую практику. Я могу это сказать на примере артериальной гипертензии, которой я очень долго занимаюсь. Посмотрите, в 2017 году термин фрейлты уже появился в американских рекомендациях по менеджменту высокого артериального давления, а в 2018 году он фигурирует уже в европейских рекомендациях. А сейчас, например, в китайских рекомендациях и других рассматривается уже больше гириатических синдромов, кроме синдрома дряхности фрейлты, это актостатическая гипотензия как причина падения, а падение это гириатический синдром и когнитивная дисфункция. И вот я хочу сказать, что немножко разное отношение клиницистов, кардиологов, например, эндопринологов и гириатров. Если в кардиологии это относится к тактическим задачам ведения пациентов, это, например, целевой уровень артериального давления, темпы снижения, отслеживание побочных эффектов, соотношение моло- и комбинированной терапии, выбор препаратов, то гириатрия это рассматривает уже какой-то в другом совершенно аспекте. Вот для причастности в палитивной медицине это рассматривается в принципе отмена препаратов профилактической направленности, которыми являются и антигипертензивные, и статины, и антитрепоцитарные, которые, с другой стороны, составляют основу и первичной, и вторичной профилактики гириатрии. Вот теперь, чтобы мы понимали, что такое гириатический синдром. Ну, у нас мы знакомы хорошо со статистической, с кордиз, с традиционными синдромами. Обычно самые простые, их несколько разновидностей, я не буду останавливаться, это какая-то единая причина, и потом много фенотипических проявлений. И вот конкретным проявлением это может быть гиперкортицизм, когда избыток кортизола приводит к многообразию симптомов, начиная с лунообразного лица и качая астеопорозом. Гириатический синдром – это нечто совершенно другое. Он полиэтиологический. Там сочетаются факторы и возрастные, и патологические, которые происходят во многих органах и системах, и приводящие к повышению уязвимости к ситуационным влияниям. Такое определение было дано еще в 1976 году и сохраняется по настоящее время. Вот синдром гириума. Одно будет и те, что здесь есть и возрастные изменения, здесь фигурируют и медицинские препараты, и возраст, и в том числе фигурируют старческие синдромы, потому что нарушение зрения, нарушение сна, геменция является также гириатическими синдромами. Вот общая характеристика гириатического синдрома. Это мультифакторное состояние с одной стороны и одно проявление, потому что метаболический синдром, в основе которого инсулиновая резистентность, и не много проявлений, не рассматривается как классический гириатический синдром. Общий риск-факторы. То есть одни и те же самые риск-факторы, это понятно, это возраст, зависимые изменения в организме, это болезни, они общие для гириатических синдромов. Это есть хорошо, потому что в принципе одни и те же мероприятия могут положительно влиять на несколько гириатических синдромов. Далее они ассоциируют с изнижением функциональных возможностей в самом широком аспекте, с повышением инвалидности и смертности, и требуют специфических методов диагностики, лечения и ухода. Я могу демонстрировать, это будет говориться о синдроме падения, как это развивается сейчас в мире. Если раньше борьба с синдромом падения начиналась с присмотра медицинского, какие болезни, какие препараты принимают, начиналась с специфической гимнастики для улучшения равновесия, затем перешли к тому, что специальное индивидуальное средство защиты, это такие протективные шортики, это оформление дома, оформление частных домов, то сейчас в области гириатических синдромов развиваются реально высокие технологии. Вот два последних примера. Это высокотехнологические устройства для обеспечения безопасности в отношении падений, и вот детектор падения, вы видите, который сообщает, если человек пожилой упал, он где-то немного живет, это сообщает вот такой вот маленький симпатичный детектор. То же самое делается и в отношении других синдромов. Вот посмотрите, использование робототехники, проект Марио есть в отношении подместницы, для подместницы специальных десеркотехнологических устройств для их поддержки. Больше того, сейчас существует уже много сайтов. Одни, как российский сайт, он бесплатный, вот он здесь, и там вы можете найти калькулятор по синдрому малонутриции, сколько у человека потребляет калорий, питательных веществ и так далее. И, например, другой калькулятор, это ФРЭЛТИ, о котором мы говорили, калькулятор, который предложен университетом Педжона Хопкинса. Тоже можно, а это уже можно купить. Вот вторая часть моего доклада. Клиническая специальность. Не может быть клинической специальности не специальной медицинской, медико-социальной службы. Есть кардиологическая служба, ортопедическая и так далее, гириотической службы специально. Нет. И мы должны акцентировать внимание на то, что гириотерина не может быть исключением из общего правила. Я хочу рассказать, гириотеринская организация, гириотеринская помощь, она может быть разная, я не специалист на самом деле в этой области, но я посмотрела обзор по гириотеринской помощи двух антиподов. Один Россия, а другой Америка. Что в Америке хорошо, потому что эти вопросы решает департамент здравоохранения и социальных служб. Это то, что в Украине всегда были врагами. Министерство здравоохранения и социальные политики. И вот посмотрите, и оно ставит задачу для практикующих врачей, это улучшить жизнь пациентов и обеспечить оказание высококачественной помощи по низкой цене. То, что мы всегда оцениваем, это качество и это стоимость. Гириотеринская представлена разными формами, и хочу обратить ваше внимание, что очень много, видите, помощи оказывается на дому. Вот каждая из этих видов помощи, я не буду останавливаться, она в наибольшей степени потребляется именно людьми пожилого и старческого возраста от 64 до 95 процентов. И каждый этот вид помощи, он детально расписан. Хочу обратить ваше внимание, что, например, госпитализируется, я посмотрела, средний срок госпитализации в больницах пожилых людей в Америке составляет где-то близко 3,5 дней. И считается, что только тяжело больные пациенты должны госпитализироваться, и сама госпитализация как таковая представляет риск. Ну, та госпитализация такая, как у нас в институте, это риск для пожилых пациентов из-за лязи, неподвижности и так далее. Основной упор делается на самом деле на оказании помощи на дому, и эти идеологии воспринимают во многих странах. И объем помощи, который реально оказывается на дому, он очень широк и, снова-таки, он высокотехнологичен. Посмотрите, на дому даже делается искусственная вентиляция легких. Ой, одну секундочку. Искусственная вентиляция легких. Это слайд у меня пропал, и я могу сказать следующее. Если организация стационара на дому дает на одного пациента в год экономической выгоды 5-6 тысяч долларов в год на пациента, так вот, и вентиляция искусственной легких на дому, высокотехнологическая помощь, это уже 56 тысяч долларов в год. Вот Александр Судоленко нам рассказывал о том, что программы по демографической безопасности, вот в рамках этой программы демографической безопасности, она просто называется, по-моему, «Демография России», в России с прошлого года принята программа по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшим поколениям, которая называется также «Старшее поколение», и на которое предполагается минимум выделить за 5 лет 100 миллиардов рублей. И в этой программе предполагается увеличение продолжительности жизни, причем здоровой продолжительности жизни, и оказание диспансеризации, скрининга и так далее и тому подобное. Более того, разработаны 85 региональных программ, и там не только фигурирует здравоохранение, вот тот последний, да, это не только изменения в системе социального обслуживания, но это касается получения образования пожилыми, содействия занятости, поддержка физической активности у пожилых и старых людей, что чрезвычайно важно. Вот. И вот основой для организации, снова-таки, как рекомендует ВОЗ, как сделано поделение в других странах, для выделения контингента, который подлежит георетической помощи, им является, они взяли скрининг георетических симптомов, подготовили, об этом будет рассказывать Николай Юрьевич, специальный такой скрининг, и каждый участковый врач в России раз в год дает такую анкету человеку, ставшему 60 лет, и потом уже следует алгоритм, выделяются больные фрейл, прифрейл и крепкие больные, и в зависимости от этого распределяются подтоки. Мы говорили о том, что много, в самом деле, пожилых, здоровых, активных людей, вот эти крепкие люди, я всегда говорила на своих лекциях по артикальной гипертензии, их может лечить обычный семейный врач. Но вот в группе пациентов, в фрейл, они попадают, проводится специальное георетическое исследование, подготовивается специальная программа, связь с социальными службами по травмаж, работа с родственниками, связь со службой тревожной группы, и после этого направляются участковые, и обеспечивается взаимодействие между гериатром и участковым терапевтом. В России одному гериатру придется работать 21 тысячи людей пожилого и старческого возраста, и на это первичное звено ложится 20 тысяч человек. Основная тяжесть. Да, я хочу об этом сказать, да. И вот в организационном плане, снова-таки, первичное звено, это семейный врач, участковый терапевт, мобильные геретические бригады, которые обеспечивают обследование населения, сельского населения, и если необходимо их перемещение в город, стационарные деления и так называемые региональные геретические центры, которых тоже 85 штук. Вот я для себя от Веры Владимировны узнала, оказывается, что... Скажите, пожалуйста, кто у нас сзади, поднимите это руки, зная, что 27 сентября прошлого года кабинетом министра принята стратегия государственной политики с вопросом здорового, активного, долголетия населения. Раз, два, три, четыре, пять человек. Если это неизвестный гериатор, дальше бессмысленно ставить вопросы. Деньги вы это не купите, не дайте. А, да, нет, я понимаю, но дорогу у вас, вот кто прессует, вот кто-то имеет в нашей жизни. Правда же, да? Дальше. И снова таки, у нас на самом деле большие успехи сделаны в организации социальной службы вот в Украине, которая тоже строится на синдромах Фрейля, о котором мы с вами говорили. Это заслуга наших социальных геронтологов и реакторов Владислава Владимировича, в общем, и Веры Владимировны лично, потому что выработаны стандарты социальных услуг, это крайне важно. Больше того, вот видите, у нас существует специальная подготовка и социальных работников, и медицинских сестру, это все сделано в маленьких коллективах нашего института. Осталось вопрос открытым, и этот вопрос уже нашего общего с вами решения, это набросок модели концептуальной гериотической службы Украины. Понятно, что должно быть первичное звено, в отличие от России, к нему не может быть отнесен гериатор, потому что у нас первичное звено, это только семейные врачи. Второй уровень, это, конечно же, участковый гериатор, это мобильная основа, где могут быть бригады, реабилитационные центры. И вот областной гериаторический центр по типу того, как в третьем или во втором уровне должен находиться в Украине, вот такой в каждом областной гериаторический центр. И вот наш конкретный интерес, это национальный гериаторический центр, который по идеологии должны быть мы. Вера Владимировна сказала мне удивительную вещь. В Украине только четыре врача-гериатора. То есть ни о какой сети гериаторов в настоящее время не стоит вопрос. И поэтому нужно готовить врачей-гериаторов. И снова-таки, это мои вопросы. Нужно ли нам предложить свою программу обучения для специальных программ, для врача, семейного врача, это гериатор первичного звена, гериаторических знаний. И уже для специализированного врача гериатор вторичного звена. Вот посмотрите, в России, если 40% пациентов старше 60 лет, врач должен иметь гериаторическое образование. Какой-то такой-то подход должны на самом деле реализовать и мы. Посмотрите, в Украине есть какая-то определенная мотивация. Оказывается, оплата за пожилого человека, чуть ли не в два раза больше, я не знаю точно, чем за человека молодого возраста. В Германии на одного пациента, врача это 1300 пациентов. В Украине это 2000 пациентов. Если мы посчитаем 40%, 800 пациентов. Я считаю, что это очень много на семейного врача. И снова здесь нужно разработать, сколько требуется пациентов. 30, 400, 500. И нужно ли ввести возрастную градацию, какой-то коэффициент. Потому что одно дело, мы все с вами прекрасно понимаем, это человек в возрасте 60-70 лет, 70 до 80 и 80 страж. Это большая очень, на самом деле, дистанция. И должен быть как-то механический подход, он должен быть нивелирован. Нам уже с вами будет значительно проще делать, потому что есть российские программы, есть программы других стран. И у них сформировано уже положение о том, что должен делать врач Крепичного, извиня, в чем состоят задачи гириотического консультирования. Я ищу пару часов этих слов о национальном гириотическом центре, потому что одна из задач их центра, который располагается на базе, вот в России есть и в Беларуси такой центр, на базе университета медицинского пирогова, это методологическое обеспечение. Вот поставщики астении, они уже выписали свои национальные рекомендации. У них запланировано 6 гириотических таких клинических рекомендаций, и они будут обновляться и пересматриваться каждые 4 года. В задачи этого центра входят вопросы администрирования, сертифицирования, в том числе и различных служб для государственного подчинения. Разработка образовательных программ не только сделана у нас для медсестер и социальных работников, но и для врачей организация выездных школ и семинаров. Я думаю, что нам нужно сделать очень важный шаг. Нам нужно, чтобы только национальный гириотический центр мог выдавать сертификаты врачей-гириадров. Это наш интерес, потому что только мы можем, в отличие от обычных капиталов, быстро развиваться, быстро вносить изменения. Слово-таки делать это с взглядом на семейного врача и второе, на врача вторичного звена настоящего гириадра. Второй аспект Минеславета деятельности и национального, и областного гириадического центра, это тоже мое видение, он должен строиться на основе, там где есть в городе университет, университет в Клине, или же в многопрофильной больнице. И оно должно предусматривать два отделения, обладательное диагностическое конкурентирование, это провели семейные врачи-гириадры, врачи-стационар. И, наконец, на самом деле то, что у нас реально существует, у нас нет классического стационара по миссии, это отделение должностейной помощи и билетерной отделения. Но важно, что эти подразделения являются не только центрами оказания высококвалифицированной гириотической помощи, но они должны являться и учебной базой. Слово-таки, для реализации этих задач достаточно ли только Министерства здравоохранения? Конечно же нет. Конечно же нет, потому что мы видели на примере и даже российской программы, в это было вовлечено множество министерств разных. Это прежде всего здравоохранение, социальные материки, несомненно Министерство образования, физкультуры и спорта, я вспоминала о нашей группе здоровья в советское время. Нам нужно юридическое сопровождение всего этого и финансовое сопровождение. То есть нам нужно вот эту работу большую сделать. Хочу я закончить тем, что создание концепции медико-социально-технической службы – наша с вами общая задача. Мы должны все в ней включиться. Поэтому мы с Виктором Александровичем обсуждали, что мы будем приветствовать любые самые безумные, самые парадоксальные идеи, вплоть до образования партии 60+. Потому что на самом деле программа Путина – это ориентируя на то, что старые люди – это основные люди, которые голосуют в странах. Я предлагаю плюс-минус. Что? Я предлагаю плюс-минус. И до бесконечности. Кто-то больше надо. Да, и все, которые у вас родятся предложения, мы быстренько соберем, обсудим, может быть, потому что это для нашего вожидания, для организации, является жизненно важным. И на окрагании ученого-секретаря. Ну что, в этой ситуации у нас должно быть устешать, что, вы помните, это предвидел Ильфий Петров, флакаду для престарелых спасений утопающих, делал самих утопающих. Если мы не сделаем это сами, никто за нас это не сделает. И снова-таки нам помогает то, что какой бы ни был человек, у него есть одна важная мотивация, как и у американцев, как и у европейцев, это жить долго и умереть молодым и здоровым. Спасибо. Браво. Спасибо. Есть вопросы? Только я не организаторского хранения. Массового хранения. Да, кто? Кто следующий?